Глядя на жизнерадостную Эму, никогда не скажешь, что она тяжело больна. Но, к сожалению, это печальная действительность. Врачи Морозовской детской больницы выявили у малышки тяжелейшее неизлечимое генетическое заболевание, при котором разрушаются клетки головного мозга. При этом ребёнок умственно развивается нормально, но происходит задержка моторного развития. Сегодня Эме два года и три месяца. С болезнью девочка борется уже около девяти месяцев. Ближе к полутора годам Эма начала очень шатко ходить, начала падать. Буквально в течение недели она перестала вообще ходить. Пыталась встать, но не могла. Через дня четыре она не могла даже сидеть. Принимая препараты, которые замедляют процесс образования токсинов в головном мозге, проходя многочисленные реабилитационные мероприятия, Эма стала чувствовать себя гораздо лучше. Ребёнок заново пошёл, прекрасно развивается, всё понимает, с ровесниками наравне. На поддержание жизнедеятельности Эмы требуются огромные деньги. Необходимые препараты в нашей стране не производятся, а в условиях экономических санкций достать их даже по рецепту практически невозможно. В России из-за единичных случаев подобных заболеваний отсутствует методика лечения, но родители маленькой Эмы не сдаются. Узнав, что необходимые лечебные и реабилитационные мероприятия проводятся в Испании, они отправили в Барселонский госпиталь историю болезни дочери. На тот момент она не ходила, она только пыталась. Они даже тогда уже сказали, что они смогут помочь очень хорошей реабилитацией и дообследованием помогут как физически восстановить функции, также и назначить более правильное лечение, более конкретное. Испанская клиника выставила счёт – 17 900 евро. Это по нынешнему курсу около полутора миллионов рублей. Прибавьте сюда перелёт расходы на услуги врачей и лекарства в России, и поймёте, что без вашего участия семья Лексиных окажется в безвыходном положении. Мы очень надеемся на вашу помощь. Банковские реквизиты и счета, на которые можно перечислить средства на лечение, опубликованы на сайте Люберецкого районного телевидения. В рубрике «Нужна помощь».